У всех налито? Да. Ребят, давайте выпьем за маму. Обычно тост за родителей бьют. За папика мы выпили. У него сейчас пруд я всегда. Мамик, как? Я тебе трудно досталась. Токсичная. Её второе имя Токсикоз. Последний вопл, да? Да, последний. Все девять месяцев. Вот прям рожала и рвала. Да. Я такая. Ну какая ты, Токсичная? И опять, если б не бабушка, моя мама, Костя меня на шестом месте отвёз, сдал и сказал, я больше не могу. А эти шесть месяцев я в больницу, из больницы, в больницы, из больницы. На шестом он меня отвёз, и там уже мама не отвезла. Будешь есть. Вот такой пучок петрушки, вот такой стакан сока чистого, бурочного, и хлеб, ею выпеченный, без соли. А соль нельзя было вообще? Абсолютно. У меня белок уничтожен был. Зрение хуже стало. Потому что вы ничего не еды, и уже шесть месяцев почти. Там токсикоз страшный был. Отпортила я тебе жизнь? И только потому, что вот над головой стояла. Нормально не ела. Ругала меня. Будешь есть. Хоть немножко капелька останется. Это для ребёнка. Думай о ребёнке. Думай о ребёнке. Я была вот такая худая, сорок килограмм. Сорок килограмм. Это я, девчат, девяносто. Сорок. И но вот доносила, и родила, и слава Богу. А в моменты не были ли от себя? Поэтому я от столького количества петрушки тупо не плакала. Мне было хорошо. Постоянно. Постоянно. Да, поэтому она, как родилась, перестала мучить сразу. Не плакала, ничего. Шесть лет не мучила. И вот. Мамя, для тебя, моя золотая. Сори, что я тебя мучила, я не знала. Э, Дакси, за то. Я не хотела. Тётя Лена, вы ей верите, что она не знала. Идеальный ребёнок. Она и там в животе знала, что делала. Соседи прибегали, дайте нам ребёнка. То есть это была живая купла, и по соседям порога. Там переходящая красная знали. Кому повезло, Хрисула где в том доме. Но принесли, знали. Обвязывали её, какие-то вязаные вещи. Соседи вязали для неё, приносили. Она всё время в новых вещах появлялась. Ушли в одном, принесли в другом. Проверяли, ребёнок наш или нет. Маша, для тебя. Я тебе хочу пожелать здоровья. Вот нас всех. Тебе в наказание. Почему в наказание? Водовой. И чтобы... Уже с Малиной не казалось. Чтобы ты у нас вот была такая вот заводная какая-то есть. Ну вот, батарейки пока работают. Чем дальше, тем лучше. И знай одно. Я тебя очень-очень люблю. Так, ну это очень хорошо. Вот фраза, чем дальше, тем лучше. Она сомнительная. Нет, ну вот ужас. Тост говорю. Не надо откорректироваться. Я знала, что я делала ей с месяцем. Она тебе мстит за токсикоз. А я же сказала. Я вансом. Я знала, у кого появлялись. Она нелогичная. Чем дальше, тем лучше не бывает. Просто в жизни. Ну как не бывает. Ну не бывает. Ну как, а хорошее виночье? В моем обществе хочу добавить. Чем дальше, тем короче. Ну пусть оно будет долго. Так подойдет. Да, подойдет. И я скажу. Моя мечта. Начинается. Я выпью. Вот так вот. Мечту не буду. Перепрыгнуть. Сразу вот на ту полочку. Рядом с Костей. Но это сразу. Чтобы не было... Переходного периода. Вот. Вот за отсутствие переходного периода. Понял. Ты убила, тетя Лена. А ты тоже подняла. На переходный день. На злого дня. Хочешь, чтобы вы поднялись. Это мое желание. Вот за это вот выпейте. Тетя Лена, да будет так, но через много-много-много-много лет. Это как Бог решит. Моя сестра Ира будет шли. Я у нас Ира по фамилиям. Она уже умереть готова лет пять. И каждый год говорит, ну это уже последний. Ну это уже последний. Вот в Читахове дети приехали. Она все это справилась с ролью главы семьи. И кажется, это уже последний. И сейчас мы говорим, на этой неделе я с ней говорила. Она сама завела разговор. Слушай, я все время готовилась умереть. Чего-то не умирает. А что она так рано в конце концов? Ну она для себя так решила, что вот уже вот столько надо прожить. Там какую-то операцию ей предлагали. Она отказалась. Зачем? Маме, фраза, клиент всегда прав. Было написано в ходах психиатрии. Бессмысленно. Она отказалась от операции. И так и не сделала. Зачем? Все это бессмысленно. Физиологично. Надо спокойно. Но на ходу она все время говорила. На ходу. Надо перейти в тот мир на ходу. Вот это главное. Абсолютно. Абсолютно. Так что... Начали за здравие, закончили за упаковку. Это на злого дня. Я хочу сказать, только там знают, когда нас забрать. Тут загадывать не нужно. Да. Ну а остальные никто ничего не скажет? Только корректировка моего сказанного. И на этом все заканчивается. Подожди немножко. Вот папа бы сказал... Я очень важную вещь сказала. Какую ты очень важную? Очень важную. Ты в конце должен... Женщина, молчи. Пока тостыненько не сказали. Костя все время мне делал замечания. Я вмешивалась в посты. Всегда. Всегда. Помнишь? И таки он этого не удержал. Не могла я... Раз, два и победила. Я не могла удержаться. Вот. Меня подводил мой язык. Да. Тут я признаюсь. Я же вообще нас на всех по жизни подводит. Мне нравится серьезность признания. Да, да, да. Тут вы не оригинальные. Говорите, мои мои, скажу еще одно. Костя говорил. Я бы был такой счастливой, если бы ты была не мама. Ты бы смотрела, мама, не надо. Не нажму. Это он от всей души вот как-то сказал. Я говорю, такой был бы счастливой. Вот если бы ты была не мама. Слушай, мне разрушает. Это мечта.